Еврозона Владимир, одна из главных тем недели, связанная с ЕС, с Еврозоной, это распределение портфелей на руководящие посты в Еврокомиссии. Наверное, вы об этом будете говорить, да? Да, я это как бы анонсировал, у нас теперь анонсы идут, кружочек на телеграм-канале Вести ФМ, именно это я и анонсировал. Поговорим о маленьких скандальчиках Европы, а также о демократии, которая там есть, рассмотрим, как происходили и откуда взялись назначенцы. Но надо пройтись по самым таким интересным особенностям, аспектам, кто, где, как и почему сейчас в Европе, я даже не знаю, избрал, утвердили, движуха всю неделю шла. Ну, это правда. Для меня это все похоже, я не раз приводил это сравнение на городского сумасшедшего. Правда, я это приводил сравнение с бывшим послом Мельником, помните, такой был в Берлине из Украины, который оскорбил канцлера Германии, назвав его ливерной колбасой, притом обиженной. И вот здесь вот очень интересно было наблюдать за этими городскими сумасшедшими, в кавычках, это европейские политики, просто я описываю, как происходит и напомню, как это было с Мельником, почему я вспоминаю все время этот эпизод. Представьте себе светофор. Вот светофор красный, желтый и зеленый. В Европе зачастую светофоры присутствуют или пробуют иногда назвать это флагами, но каждая партия имеет свой цвет. И когда там синие с красными и зелеными объединяются, начинают усиленно искать, какой флаг это государство. И там может быть правительство Ямайки. Правительство Ямайки обозначает, что объединили синие, красные, зеленые там. И вот в таком духе. Вот сейчас вот все называют коалицию в Германии светофор. Ну вот представьте себе, действительно, светофор красный, желтый, зеленый. И стоит человек, который говорит, я запрещаю всем идти. Ну, декламирует. Никто не смеет ходить. А горит просто красный свет для пешеходов. Стоять, я сказал. Тут загорается зеленый. Все, можете идти. Тут же он разворачивается к журналисту. Он говорит, смотрите, я рулю здесь всем. Если я не скажу можно, они даже не двинутся никуда. Если я скажу нельзя, они все стоят послушно. Я здесь самый главный. Так себя вел Мильник. И это технология была. То есть он говорил такие примитивные элементарные вещи, которые касаются, если ты знаешь, как функционируют определенные вещи там, в его период посольствования в Берлине. И он вот использовал эту технологию. И многие журналисты на это велись. То есть элементарнейшие вещи там. Завтра запланировано там съезд какой-то партии. А Мильник мог сказать это. Я контролирую, я разрешаю, я согласовал там. Я утрирую, но смысл к чему я сейчас говорю. Вот эти городские сумасшедшие, они сейчас стояли, и не один, и не два человека. Их стояло шесть человек. И усиленно демонстрировали, что они влияют на определенные процессы в Евросоюзе. И говорили, стоять, голосовать за, согласовываем. Нет, нельзя. У нас 28-й опаздывает, а электричка уже два дня не ходит. Кстати, электричка не ходит, потому что рельсов не привезли. А рельсов не привезли, потому что там никто их и не собирается привозить. И там сплошной комедий-клаб, если честно. Вот действительно сплошной комедий-клаб. И в этом комедий-клаб, ну давайте так, смешно, не смешно, но есть полностью и по процедуре, и потому что есть, в Европе уже есть все, три назначенца. Я не могу серьезно относиться к демократическим процедурам, которые сейчас в Европе происходят. Потому что, смотрите, значит, с точки зрения пиара, кстати, есть такой отдел, который заниматься должен рекламой Европейского Союза, как демократического института, как института, который вообще впереди человечества осмысливает благосостояние народа, действует в интересах народа, светоч демократии. Кстати, разговаривал с одной очень интересной собеседницей на немецком языке при слове демократии, она вспыхнула, как, я не знаю, вспыхнула, в общем, эмоционально. Говорит, какая демократия? Эта демократия называется структурный фашизм. И так сильно возмущена. Я не согласен, что там структурный фашизм. Я больше согласен, что практикуется практика назначения. И вот Европа, которая хвасталась, ну слабо, они там все-таки больше денег выделяют на то, чтобы мониторить, что говорят в России, чем на то, чтобы, как положено, было изначально и задумано, и финансирование было заложено, рекламировать европейские ценности и Европу, как достойного партнера во всем мире. И вот остатки, которые там остались от этого коллектива, его весь перекинули еще раз на мониторинг того, что говорит и делает Россия, они попробовали объяснить так, что самые на планете массовые демократические выборы, самая массовая демократическая избирательная система. Если посмотреть на суде, то это потрясающе. Там 373 миллиона избирателей имеют право голоса. И Евросоюз с населением больше 500 миллионов. Это самые крупные демократические выборы в мире. Хотя перед этим вроде говорили, что в Индии самые крупные демократические выборы, там миллиард живет, соответственно, понятно, что избирателей больше, но они забыли про это. И вот самые крупные демократические выборы. Ну, круто. Значит, избиратели пошли избирать своих евродепутатов. Ну, молодцы, замечательно. Избрали. И теперь нужно, чтобы назначили на ключевые посты, это Евросовет председательствования, это Еврокомиссия с Еврокомиссарами, которые за много что отвечают. И вот здесь вот начинается проблема. Вот у меня лично проблема с восприятием европейской демократии, потому что европейская демократия, когда люди идут на избирательный участок, это круто. Ну, действительно круто. Пришли, избрали. Я считаю, что это вообще, ну, слова нужно некоторые заменить и четко описывать, что такое демократия, что такое репрезентативная демократия. И вообще является ли репрезентативная демократия еще демократией? Вот в чем вопрос. И мне в помощнице навязалось, вы не поверите. То есть, ну, сейчас скажут, опять там Кремль пропагандирует что-то, Сергеенко опять что-то там, как всегда, несет Евросоюз. И только я несу правду, я скажу. Ко мне присоединилась помощница просто неожиданно, премьер-министр Италии, Мелони. И я очень рад, что мы с ней в одной команде. Она вообще сама в шоке. Она в шоке от того, что произошло. А почему? Значит, смотрите. Между собой звучит примерно так. Премьер Польши, премьер-министр Польши Дональд Туск. Напомню, упоротый такой еврофил при безумной поддержке функционеров из Евросоюза, Боррель, там, Урсула Фонделянь, именно с либеральными ценностями и с неотожествлением польской консервативной мысли национально ориентированной, то есть он про-брюсселец, который обещал и демократию, и либеральные ценности. Первое, что сделал, напомню, это уволил главредов, многих СМИ, и ввел определенную цензуру в Польше, заменив главредов и информационную политику. То есть, такой хорошей метлой вычесал оттуда писавцев, те еще больше упоротые русофобы, и назначил своих верных либеральному слову. Ну, то есть, вот он демократ. Сразу же, власть в руки в СМИ. Дальше власть в руки, это прокуратура, и определенное давление, которое придумано, что во времена правления русофобского ПИСа, ну, право и справедливость, группировки Кочинского, как я ее называю, что они действовали на руку России. Ха-ха-ха-ха, смешно. Ну, правда, смешно. Но давайте так, когда у вас прокуратура завела дело, обыски или угроза обысков, серьезные вещи. Это первый либерал. Значит, второй, это его греческий коллега Кириакос Мицитакис. Ну, с Кириакосом Мицитакисом, я так скажу. Если поговорить, опять же, с национально-консервативно, национально-ориентированно настроенными греками, они, как они клянут этого Мицитакиса, как они клянут этого Кириакоса? И в этой демократической жизни Кириакос Мицитакис стал известен и скандал, который связан с ним, был очень простой. Спецслужбы греческие стали усиленно внедрять шпионский софт, то есть специальную программку в телефоны, в компьютера оппозиции. И кресло не пошаталось, в отставку он не пошел. То есть он спецслужбы заставил следить за оппонентами. Это премьер-министр Кириакос. Абсолютно послушное политическое создание, которое Украине передает оружие, хотя знает, что у него напряжение с Грецией, с Турцией, оговорка. И с точки зрения, опять же, противостояния консервативных сил Греции, Кириакос Мицитакис, он в принципе верный посредник между Брюсселем и Брюсселем. То есть там греческих интересов нет. Еще раз, я озвучиваю, только что говорят это. Дальше. Метнулись мы от этих центристских брюссельских либералов к мужчине-красавцу. Просто вот на него смотришь, ну икона футбола, ой, зачеркиваем футбол и пишем икона политической жизни Испании. Это, конечно же, Педро Санчес. Педро Санчес это, я считаю, красавчик. Ну действительно такой, на календарике он мог бы вместо Рональда делать подписи, как будто он сам футболист. И я вернусь позже, почему я застраиваю время, ну такое вот, на том, что он красавчик, потому что есть нюанс один очень интересный. И социалист Педро Санчес, это человек-профессионал. Он направленный, я бы так сказал, профессионал в социалистическо-новом мире, в котором социализмом не пахнет. И социалисты превращаются в популистов. Вот там, я считаю, Педро Санчес действительно профессионал. И тоже верный брюссельвец. Прям такой, сильно-сильно. Там скептицизма вообще нет никакого. И его функционал сводится к тому, что Педро Санчес, он действительно умудряется привлечь к себе все время партнеров. Это умение политическое, достойное, кстати. Когда тебе грозит опасность, вообще из враждебного лагеря, из тех, кого ты критиковал, кого-то в тюрьму сажал, или кого-то наоборот там не стервишь. Вот это Педро Санчес. И официально он называется социализмом. Социалистом, ну там нет уже социализма. Там действительно вот это социально-ориентированное мышление, оно больше похоже на популизм за все хорошее против всего плохого. То есть у бедных, как было бедно, все так и остается. Богатые, как были в Каталонии, а не в Мадриде, так и остается. Ну вот в таком духе. Значит, в этой компашке, сейчас я объясню, что это за компашка. Это всего лишь шесть человек, еще нам осталось совсем немного. Представитель социалистов, о господи, я прям не верю, когда это читаю и когда это говорю. Представитель социалистов это Олаф Шольц, канцлер Германии. Ну, дорогие радиослушатели, это правда смешно, Олаф Шольц и как социалист, это тяжело мне его говорить об этом. Я не вижу там никакого социально ориентированного мышления. Зато я вижу абсолютно все время шатающуюся систему управления, в которой оперлись на переобувшуюся в воздухе зеленых. Это важный момент сейчас будет. Переобувшуюся в воздухе зеленых и эти зеленые, которые переобулись, на самом деле так выкрутили в правительственном договоре светофора условия правительствования, что в принципе индустриальное разложение Германии это все заслуга зеленых при поддержке Шольца. Ну то есть при его скажем как сказал этот мельник обижена оливерная колбаса. Вот что-то в этом духе в политический портрет Шольца даже потом не объяснили, что это высказывание обижена оливерная колбаса оно очень простое. Берешь оливерную колбасу протыкаешь или срезаешь сверху головку и начинаешь выдавливать оттуда вот этот паштет ливерный и он ассоциируется с вот лицом Шольца когда Шольц выступает и именно из-за этого но это как бы оскорбление и так и так такое в народе очень редко употребляется но именно вот поэтому что лицо похоже внешнего так Шольца мы вообще-то хорошо знаем значит Макрон ну с Макроном все вообще замечательно о Макроне мы говорим отдельно потому что во Франции выборы я думаю не стоит сейчас уделять ему внимание и еще один не сбитый и не летчик уходящий премьер Нидерландов который станет генеральным секретарем НАТО Марк Рюте и вот эти люди собрались шесть человек шесть человек этих людей собрались и они разработали назначение в Еврокомиссию а также в председатель Евросовета в принципе они сейчас назначили тех кто будет во главе Евросоюза еще раз шесть человек избирателей было больше трехсот миллионов а шесть человек притом я не понимаю почему премьер Польши присутствует а премьер Италии нет я не понимаю почему присутствует премьер Греции а премьера Италии нет я не понимаю почему присутствует премьер Испании а премьера Италии нет. И я очень хорошо понимаю, почему немецкий канцлер есть, французский президент есть. И даже какой-то, вообще никакой представитель никакой силы Марк Рюта из Нидерландов есть, а премьера Италии нет. И Мелани вместе со мной говорит, я тоже не понимаю. Мало того, они когда начали заседать и решили, ну, давайте так, шесть человек собрались, выбирали все, а шесть человек собрались. По какому принципу? Кто их уполномачивал? Как так произошло? Оказывается, есть этому всему объяснение и в этой интриге. Вы помните, буквально там, 500 секунд назад я говорил о том, что я не просто так затачиваю свое внимание на красавчики испанского правительства Педро Санчеса. Дело в том, что вот эта шестерка, красивое слово, шестерка, ой, какое красивое слово, политическая шестерка, и при том, контекст уже совсем другой, когда говоришь слово шестерка. Так вот, политическая шестерка назначила, можно сказать, и понятное дело, Урсулу фон Деляен, здесь все понятно, и у нас есть представительница одной маленькой балтийской страны, совсем маленькой, я бы сказал, Карликовой, симпатичная женщина, ой, боже, как я мог сказать, что она симпатичная, я же тем самым нарушаю политический этикет, не смейте говорить о красоте женщины, ее фигуре, о ее туфлях, о ее платье, о ее прическе, о том, что у нее новые бусы, не имейте права, это унижает женщину, потому что настоящая женщина должна быть председателем Еврокомиссии, или в крайнем случае заменит Борреля. Я, конечно же, сейчас говорю о маленьком-маленьком Карликовом, очень враждебном по отношению к определенным мирным инициативам в Европе и непосредственно к России, государству Эстонии, и премьер-министр истории Кай Каллас, которую назначила вот эта шестерка, внутри которой красавчик-испанец, назначили Кайу Каллас, теперь она будет вместо Борреля комиссаром по безопасности и внешней политике. И вот вы меня спросите, дорогие радиослушатели, а при чем тут вот премьер-министр Испании красавчик, еще раз говорю, красавчик, я не осуждаю Кала Каллас вообще ни на секунду, и не могу осуждать, он действительно красавчик. И допускаю вот этот политический на пресс-конференции флирт, который с точки зрения разговора тела, глаз, ну это был абсолютно политический флирт, она так на него смотрит, она глазами его пожирала, и он такой, знаете, знаете, вот есть такие мужчины, которые знают, что они нравятся женщинам, и эти мужчины себя ведут специфически, так, ну ладно, да, конечно, да я понимаю, так артисты иногда себя так ведут, проходят мимо, никого не замечая, премьер Испании вел себя достойно на трибуне, а вот то, как его глазами пожирала Кая Калас, я так скажу, женщины, вот если у кого-то есть желание кого-то знакомым посоветовать какую-то школу женского флирта, помните, советской комедии, мне кажется, это все-таки была оперета, летучая мышца, где упражнение глазами было пли, мужчина это мизинец, и ты на нем смотришь, глазами туда-сюда, и когда будет проходить мужчина, ну в смысле мизинец, я тебе скажу пли, помните этот момент замечательный, я выставлю классику советского кино обязательно у себя в телеграм-канале, вот именно так себя вела Кая Калас, это было, конечно, удивительно, но я ее за это не осуждаю, ну сердцу не приказываюсь, дорогие друзья, и конечно же у нее 100% был один голос, когда собралась эта великолепная шестерка, и у нее был 100% один голос, это испанский голос, что ее будут не просто лоббировать, а не состоявшийся генсек, вдумайтесь, она же хотела быть генсеком, Кая Калас выдвигала свою кандидатуру на генсекство, но она там сделала одну техническую ошибку с этим генсекством, и пролетела, поэтому как бы другой будет генсеком, смотрите, один потенциально хотел быть генсеком НАТО, второй будет генсеком НАТО, а Урсула фонделяйнт была министром обороны, интересная у нас там компания собирается, если честно, в Евросоюзе. Еврозона Идем дальше, дорогие друзья, вот Юрий, вы спросили, ну вот, какой мазок получается и личные симпатии, и, конечно же, договорняки, я почему вспомнил городского сумасшедшего, который может регулировать движение машины и считать себя действительно, что он является регулировщиком, кто же эти люди? ну, почему так получилось, например, что сильнейшая третья экономика Евросоюза Италия не участвует в этом сговоре шестерых? Вот как так получилось? Какое есть объяснение? Ну, вот Мелани и объясняет, уважаемый премьер Италии, во-первых, вряд ли вы еще год продержите премьером Италии, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, сказала еврея Урсула Фондоля Мелани, кто ты такая? Да тебя через год не будет на месте премьера. Я здесь была, я здесь есть, я здесь буду. До свидания. Шучу и издеваюсь. На вопрос Мелани, как так получается, что третьей экономики нет в переговорах? Ей абсолютно нормально, как для ребенка объяснят, что, в принципе, дело не в мощности, не в сколько ты денег даешь в Евросоюз. Избиратели от этого кайфуют, конечно. А дело в том, что собирают коалицию. И, в принципе, если вы предоставлены в Европарламенте на уровне, что мы можем иметь большинство при голосовании без вас, то объясни, зачем нам с вами общаться. Ну, зачем? Ну, мы соберем больше 50%. Нам для этого нужны центристы, социалисты, популисты, Европейская Народная Партия, самая крупная фракция, которая вроде типа как консервативная, она ни разу не консервативная. Как раз Мелани консервативная. И я напомню, что немецкий пропагандистский сервис Deutsche Welle умудрился назвать фашисткой. Вот такие вот интересные вещи. Если фашистов нет при переговорах, я этому рад, если честно. Я честно, замечательно, почему фашисты должны быть при переговорах. Но это все вопросы к Deutsche Welle не ко мне. А вот с точки зрения конструкции, смотрите, точнее слушайте, или то и другое. Вот представьте себе, визуализируйте. У вас есть большинство в парламенте, это такая вот как бы полукруг, и у вас пол полукруга, то есть одна четвертая круга. Это нижняя часть вообще не считается, это у вас визуально вот чуть-чуть еще как бы стрелку отклонить туда на пять минут. И у вас такое большинство в Европарламенте. Зачем вам кто-то нужен при переговорах? Я понимаю комплекс политической неполноценности Мелани, которая говорит, я создаю правую коалицию. Ле Пен победила на выборах, мы побеждаем на выборах в Италии. Посмотрите, сколько консерваторов получили новых дополнительных мест в Австрии, в Нидерландах. Выборы прошли, там тоже консерваторы. Вообще, Рюте, сбитый летчик, он проиграл предвыборку, выборку и свое правление. Он отдал власть в руки правым и консерваторам. Там вообще-то с центристами не пахнет. Посмотрите на вообще изменившийся цвет, на мышление. Избиратель по всей Европе сказал, что он недоволен вашими действиями. Почему мы при этих переговорах не существуем? И простой ответ. Да потому что вы нам на этих переговорах не нужны. Мелани, мы без тебя можем договориться. То есть они даже политически, знаете, такое хорошее красивое лицо при этой отвратительной игре, они даже не пытаются сохранить. И очень интересно, я считаю, что Макрон решил добить Мелани своим звонком, когда он ей рассказал, кого там назначают. Он прям первый выбежал и прям с мобильного телефона набрал Мелоди лично и сказал ей, кто, кого будут назначать. И как это все произойдет, о чем они договорились. То есть вроде как по-дружески мы договорились, я же свои интересы, я же все понимаю, мы с тобой в хороших отношениях. То есть Макрон танцует на всех свадьбах. Здесь он сидит вместе с канцлером Германии, распределяет места в Еврокомиссии. Здесь он тут же перезвонил, слушай, да ты пойми меня правильно, я же нормальный парень. И вот эти танцульки, конечно, Макрона ему на пользу не пойдут. Ну, в политическом смысле слова. Мелани, когда выдвигает претензию, что вы не считаетесь избирателем, она права. Вот по луке, по философии она права, потому что, ну как можно не считаться с мнением избирателей. Тогда получается, зачем я ходил на эти евровыборы? Ну, все равно собрались все те же самые клоуны. Ой, я это сказал. Господи, на манеже все те же, цирк уехал, клоуны остались. Выходят эти клоуны. А, я забыл, он же не клоун никакой. Он не действующий президент Украины. Что я такое говорю? Это бывший комик вообще перепутал с бывшим бургомистром Ликявика Исландии. Вот тот настоящий был комик, который сказал, вы знаете, я понял, что, когда мне предложили стать премьер-министром Исландии, что, в принципе, я не вытягиваю бургомистром быть. Я действительно комик, я не понимаю, как это делать. И не пошел на повышение, не стал премьер-министром, ушел дальше быть комиком. Вот, но это лирическое отступление. На самом деле, когда Мелани выдвигает претензию и прячется за такими красивыми лозунгами, у нас прям такая битва красивых лозунгов, кто первый сказал, тот виновен в смерти человечества, кто первый сказал, фашист, значит, это так и есть. То есть, вот этот вот дебилизм маркетологический утомляет уже. И в этом отношении Мелани, когда начинает прятаться за спинами, вроде как слова правильные, дорогие радиослушатели. Вроде как понимаешь, она говорит, что вот, это пощечина избирателям, это неуважение к избирателю. Вы не считаетесь тем, что Европа наклонилась право. Ну, действительно, Ля Пен это доказывает, Мелони доказывает. Но на самом деле все не так, дорогие радиослушатели. Она просто подтверждает мою версию о назначенцах. И дальше вот это вот политбюро, вот эта шестерка, это же действительно настоящее политбюро. И далеко не выигравшая партия у того же Макрона в Европарламенте. Почему он присутствует? Потому что, в принципе, эти люди могли собраться на любую, вот когда коалиции собираются, на любую тайную вечерю. На любую. Кроме официальной, на которой они потом выдвигают людей на пост. И в Евросоюзе, вы знаете, я потратил много времени, чтобы найти законодательно, это действительно так. То есть имели ли они право, вот так вот кто-то сказал, давайте мы, это не спорт лото, чтобы вытаскивали шарик. Кто пригласил, например, поляка за этот ствол переговора? Или грека? Ну, Греция вообще не влияет в Евросоюзе ни на что. Почему премьер Греции сидит, а премьера Италии нету? Вот почему? И все очень просто. Потому что существует политбюро, потому что существует сговор сильнейших. Тех, кто имеет власть в Евросоюзе. Тех, кто на самом деле, вот когда говорят о тайных государствах, вот дип-стейт, никто не понимает, что это такое. Там спецслужбы, там пару конгрессменов, вот, пожалуйста, нам открыли лицо, мы знаем теперь точно, кто рулит в Европе, что такое глубинное государство Европы. Все, не надо дальше нам объяснять. Бедные греческие политики, которые шпионят со своим премьером. Бедные польские политики, которых, хотя так им и надо, которых прокуратура начинает и газеты так сильно подпиливать. Но, тем не менее, Урсула Фонделяй, молодец, с точки зрения вертикали создания глубинного европейского государства. Мы теперь видим, кто за этим стоит. Отлично. Но, дорогие радиослушатели, есть определенное плутовство со стороны Мелани, с которой мы вроде бы как на одной стороне. Я ни разу с ней на одной стороне. Просто так получилось, что она мне сейчас подыгрывает, на руку даже, моему мнению. Но, тем не менее, есть еще одна очень интересная вещь с Мелани. И она настолько на поверхности лежит. И за всеми этими красивыми словами, вы не считаетесь с мнением избирателя, вы не считаетесь тем, что политический ландшафт Европы изменился. Есть одно единственное желание. Нет, нет, нет. Ни в коем случае не вести порядок в Европарламенте, вот этих псевдосоциалистов, псевдолибералов, которые строят вертикаль. Потому что либеральная вертикаль – это коксимарон, на самом деле. И здесь все очень просто. У Мелани есть свой план, у нее есть свои желания. Мало того, стало известно, что она требует. И вот этот вот весь политический кипиш, я так скажу, такой элемент шоу. За этим всем стоит определенное четкое требование, о котором я скажу после глотка кофе. А для некоторых это техническая пауза. Да, техническая пауза, чтобы подключились регионы. Давайте, у нас есть еще 20 секунд. Я напомню, телефоны прямого эфира – 5533. Вначале не забывайте слово «Вести». Писать можно через WhatsApp на номер 7903-170-6363. Ваши сообщения тоже попадают в прямой эфир. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Владимира Сергеенко. Оставляйте комментарии там. Владимир их тоже регулярно читает. Есть те, кто утверждает, что граждане недостаточно мудры, чтобы принимать определенные решения. И что олигархия – единственная приемлемая форма демократии. Но я с этим не согласна. Это заявил премьер Италия Мелония. С этим сюрреалистическим принципом в Европе. Ух ты! Боже, спасибо большое, госпожа синьорита! Си грацио бэлла! Так что, оказывается, в Европе сюрреалистический принцип? Вот когда ты смотришь на картину Сальвадора Дали, первые люди, которые увидели, как Дали рисовал, еще до того, как галерейщики его раскрутили, еще до того, как он стал тем Дали, которым он стал, люди смотрели и спрашивали, боже, что же ты употребляешь? Ну, какие галлюцианогены, чтобы додуматься до такого рисунка? На самом деле, у Дали-то был огромный пласт поиска самого себя, как художника, пока у него выкрестывались вот эти самые известные его произведения. Если посмотреть, как он себя искал, там все, что хочешь, увидишь. Там будет и Ребранд, и Пикассо, и все, что хочешь. А вот с точки зрения политического сюрреализма, ну, я так скажу, во-первых, я безумно благодарен просто Мелане насчет олигархата. Вы знаете, ну, это вообще прелесть. А олигархат, это в Европе, об этом же все молчат. Об этом же все молчат. Почему? Потому что все время между народом избирателем и представителем большого бизнеса, который тоже может быть размыт, это на Украине, это в России известно имя, фамилия создателя после приватизации или участия, или громкие процессы. И конкретно олигарх, богатый человек, создававший свою империю в период турбуленции у державы. А в Европе вы не найдете, вы не узнаете, там самый богатый человек Германии, там, если вы не потратите полчаса в интернете. И это не семейство Адидаслер, Адидас, это не братья Альди, это не Даймлер семья с дочкой Мерседес. Нет, это действительно они скрытые всегда. Но это не значит, что они не влияют. Абсолютно не значит. И вы знаете, вот этот вот надреализм, сверхреализм, ну это и есть сюрреализм, вот этот высшая раса, которая над реализмом, спасибо Джорджа Мелони, она мне очень понравилась. И ее жалобы по распределению руководящих постов в Евросоюзе, это приоткрывание нам вообще функционала Евросоюза. Конечно же, Макрон, как представитель партии, которая на выборах что-то потеряла, не соответствует запросу французского народа, чтобы принимать участие в переговорах. Президент Франции. Ну тогда это не политическая сила, а все же таки экономическая сила. Шольц! Шольц! Да, он в Германии со своей партией, в таких низах, как и его партия вообще не видела. Хотел бы сказать вульгарное слово, что он делает со своей партией. В общем, попускает рейтинги, скажем так. Вот, занимается опусканием рейтингов. И тогда Шольц не является представителем ни тренда, ни власти. Шольц, либо тогда сильная экономика, но ни в коем случае не политическая власть. Соответственно, смотрим тогда на Италию. Пожалуйста, Италия сильная экономика. И точно так же это не глобальная сила в политическом мире, но ее не приглашают. И это и есть доказательство, что это сговорняк. Ни в коем случае это не логика. И ни в коем случае это не правило, прописанное в Евросоюзе. И когда Мелани говорит о том, что она все-таки до них доберется. И что она все это так просто не оставит. Я не придерживаюсь такого мнения. Я боролась с этим сюрреалистическим принципом в Италии. Я намерен бороться с ним и в Европе. Желаю удачи премьер-министру Италии Мелани. Пусть она действительно борется с этим. Но все не так, дорогие радиослушатели. Интригу-то я продержал. Все очень просто. Когда-то, когда-то давно, в старые времена, в Евросоюзовском царстве, в дальнем государстве, собрались как-то два человека. Меркель и Макрон. И после этого разговора Пабах и Вебера не назначили главой Еврокомиссии. Хотя он глава самой крупной фракции, которая его поддерживала. И при прямом голосовании он бы победил. Он действительно как главный кандидат фракции Европейской народной партии должен был стать Еврокомиссаром. Но тут-то, понимаете, Меркель. Помните еще такое? И Макрон договорились, что это будет Урсула фон Деляйн. Немка, ХДСовская, Христианский демократический союз. Чудовищный министр обороны, чудовищный социальный министр. Но по какой-то причине ее фигуру выбрали. И она стала главным Еврокомиссаром. Так вот, с точки зрения тогда сговора двух людей, на сегодняшний день сговора шести. Ну, извините, это уже демократия. Это уже расширение полномочий и прав, и чего хочешь. Но тогда был безумный торг, и чтобы никто не возмущался, начали раздавать посты. Вот этот будет там Еврокомиссаром по сельскому хозяйству, этот будет Еврокомиссаром по цифре, этот будет Еврокомиссаром по социальной экономике. И вот эта раздача, она позатыкала глотки всем таким, как Мелони. Тогда всех возмутил этот сговор. Но все глотки позатыкали. А знаете, почему на сегодняшний день Джорджа Мелони, она так сильно возмущается? По одной простой причине, дорогие радиослушатели. Она запросила по цифре для своей партии вице-Еврокомиссара. Не самого главного, хотя, я думаю, она могла замахнуться и на вице-комиссара Урсулу Фонделяйну. Но, в принципе, она говорит, что Италия должна получить, если пост не Еврокомиссара, то должен быть вице-Еврокомиссар, а желательно Еврокомиссар, который является, будет главой Еврокомиссариата, то есть замом Урсулы. И вот здесь-то ей и отказали. И поэтому она возмущается и рассказывает нам уже и об олигархате. Боже, какая прелесть, я так рад. И рассказывает нам о том, что там сюрреализм, то есть надреализм. Но, тем не менее, тем не менее. У европейских праздничных классов есть соблазн смахнуть пыль под ковер. Как будто ничего не произошло. Браво! Аплодирую стоя, госпожа Мелони. Давите их! Премьер Ивиталий добавит в это все еще перцу не раз. Но самое важное, чтобы ее партия получила место. И чтобы они могли не по звонку Макрона знать, что там Еврокомиссары решают в своем между собой. А чтобы был ее представитель, чтобы она из первых уст, от своего человека знала, о чем говорят, куда думают, какие нормативы придумают. Вот этот вот живой разговор. И представляете, тебя купируют. И вот этот живой разговор будет у тех, кто знает. Вот эта вот узкая группа. Это и есть создание глубинного государства в Евросоюзе. Оно происходит, началось при Урсуле фон де Ляйне. Это она четко справляется с этим через вертикаль власти. И теперь выбейте одно звено. Поменяйте просто премьера Греции на премьера Италии. Бах, а у вас остается точно такой же коллектив единомышленников, которые по своей формуле и есть глубинное государство, которое просто так не сломаешь. Система обмана избирателей. Система целей, которые назначают абсолютно узкий круг людей. И все равно, что в Вене избирателей смотрят в центр, вправо, влево, куда угодно. Вверх в направлении России против США. Точка. Баста. У них между собойчик. И я желаю им перегрызться в следующем сезоне. Ну, будем наблюдать все, что я могу сказать. И грызня будет как надо. Еврозона. Владимир Сергеевич. Еврозона. Сегодня обсуждаем назначение на руководящие посты в ЕС и тех политиков, которые на них назначены, которые получили эти портфели. Владимир, пожалуйста, да, мы можем продолжать. Очень интересно, вы рассказали некоторые нюансы, на которые обычный зритель, может, и не обратил бы внимание, да, но которые свидетельствуют еще и о тех личных каких-то взаимоотношениях, которые присутствуют между европейскими политиками. Продолжаем, да, продолжаем наш разговор о назначенцах. О понятии репрезентативное зачеркнули несуществующая демократия. Это, конечно, политические договорники, ни больше, ни меньше. И в Евросоюзе оно так. Ничего с этим не сделаешь. И я даже сейчас вижу отчет от службы, которую возглавит Кая, Боррелевской службы, по поводу того, что вот Сергенко говорит, критикует и утверждает дефицит демократии в Европе и прочее. Ну, я сейчас приведу один замечательный пример, как вообще функционирует восприятие критики в Европе. Он вообще, я считаю, один из лучших примеров тоже, который политический небосвод послал. Но в начале классика жанра. Доброе утро всем слушателям. Билли Фельд на связи. Даю корову сюда с телефоном. Ярославская область представила себе, знаете. Вот это и есть замечательно. Доброе утро. Латвийские моряки в Саудовской Аравии слушают Еврозону. Прекрасно. Подольск на связи. Калининград с нами. Кубинка Коломна. Москва. Москва. Питер. Петрозавод слушает и говорит спасибо всем. Вот кормлю комариков в лесопарке. То же дело, если честно. Ирландия, я смотрю, с нами. Всей семьей слушают. Это всегда радует. Город Сегежа. Карелия. Отлично. Москва. Москва. Наилучшего Казахстана. Нам слет Шимкент. Ждем Аффенбах с нами. Крымск с нами. Первая АЭС сегодня. 70 лет. Интересно. Ну, не знаю. Гросси, наверное, нужно отдельную рекламу послать в этом контексте. Ставрополь с нами. Ну, поехали дальше, дорогие друзья. Попая Европа без галопа. Значит, во всей этой замечательной истории, которую я в первом части описал, я ставлю точку и перехожу к другой части Евросоюза, которая будет сейчас тоже выкручивать руки всей этой губ-компании, честной. Значит, премьер Греции Мицитакис должен был, вдумайтесь, должен был по этому сговору среди этой шестерки позвонить Мелоне и сказать ей, что она не приглашена на эту встречу. Он не дозвонился. Он сказал, что она к телефону не подошла. То есть, ей даже не сообщили. Представляете, вот премьер Италии, понимая все, как происходит, ей даже не сообщили, что там кто-то собирается. Она могла просто в гости, наверное, прискочить. И, наверное, неуполномочили Мицитакиса, чтобы он дозвонился до Мелоне со словами «Джорджа, мы решили тебя назвать». Наверное, все-таки его полномочили сделать вид, что он дозванивается, а потом расти глазами «Как? Не дозвонился?» «Ой, у тебя занято было, у тебя нет секретарей, у тебя протокола нету». С каких пор у премьера, главы правительства нету протокола. Круглосуточная связь. Круглосуточная. Но, наверное, он по мобиле по личному звонил. И упоротый социалист, как он себя выставляет, не мог договориться с упоротой фашистской, как выставляет Мелоне Deutsche Welle, пропагандистский ресурс Федеративной Республики Германии. И в этом отношении, конечно же, это политический кидок. Конечно же. И очевидцы сообщили, что гнев Мелоне, он был зашкаливающий. Что это был... В общем, она не просто там «хочу рвать и метать, рвать и метать». Нет, она действительно рвала, и она действительно метала. Проявили неуважение. Я думаю, она обиду затаила. Я думаю, она сильно обиду затаила. И таких обид в Евросоюзе друг на друга достаточно много. Когда кто-то кого-то не пускал, кто-то за кого-то не голосовал, кто-то кому-то посылал и говорил «уходи из Европы». Напомню, это будущий генсек НАТО. Отнесся так непосредственно к Орбану. Сейчас мы перейдем непосредственно уже действительно к Орбану. Потому что Венгрия принимает председательство. И там есть очень интересные нюансы. Но у меня, знаете как, у меня есть одна заготовка. Я перейду обязательно к Орбану. Но у меня есть одна заготовка. Она просто потрясающая. По поводу власти и по поводу того, как некоторые вещи происходят. Значит, в Германии началось расследование против главы, который непосредственно подчиняется, главе МИДа ФРГ Бербок. Ничего удивительного. Был такой Йошка Фишер, может его еще кто-то помнит. Министр иностранных дел Германии. Упоротый зеленый. И Йошка Фишер имел свою философию. Некоторым она очень нравилась. Он говорил примерно так. Я как студент автостопом, автостоп это когда ты по путку останавливаешь, денег не платишь. Автостопом, когда был студентом, без денег, бедный, но там со ста датчмарками в кармане, проехал всю Европу. Ночевал в студенческих общежитиях, но я познакомился с миром. Я считаю, что это хорошо. И не обязательно у человека должны быть деньги, которые требуют некоторые посольства при выдаче визы. Мол, покажи в какой гостинице, покажи, что у тебя там есть деньги на счету. Ну, покажи, что у тебя недвижимость останется, что ты не сдашься там в Европе в плен, вернешься обязательно назад. Что это все неправильный подход. Даже с минимальным количеством денег молодой человек должен иметь право посетить Европу, посмотреть, как здесь красиво живется. Йошка Фишер участвовал, скажем так, в сопротивлении, переворачивал полицейские машины. Вообще подходил под статью терроризм, а не уличное хулиганство. И стал министром иностранных дел. И вот с такой логикой он пришел. И закончилось это чем? Ну, в его времена ночью можно было зайти в немецкое посольство, например, на Украине и получить визу. Ночью. 500 баксов стоило это. Это была оголтелая коррупция. И вот оголтелая коррупция, которая была при Йошке Фишере, она какая была? Это правильно поддерживать желание людей увидеть, как живет демократический мир. Как это было в нашей жизни? 500 баксов есть? Есть. Жди. Это было так. И не знал ли Йошка Фишер, что в его ведомстве коррупция? Потом выяснилось, что все он прекрасно знал. Что выдача виз на потоке за деньги, это вообще как узаконенное место. То есть ты стал во главе этого управления, вперед, бери взятки, управление другое, там меньше взяток. Так вот, оказывается, фальшивые документы, по которым мигрантам разрешали въезжать, ну, это Евросоюз, но на самом деле мы говорим о Федеративной Республике Германии, поддельные документы. И за этим сегодня уже стоит, как официально пишут сотрудники ведомства Аналины Бербук. Я не знаю, знал ли Бербук. Я знаю, что Йошка Фишер, против него, когда началось расследование, то он не имел отношения к вот этому ночному эпизоду на Украине. Притом они там регулярно были, пачками выдавали визы. А как вы думаете, как перебегали люди, вот гастарбатерство, все это, откуда оно взялось? То есть, человек, который по такой визе приехал, он не мог бы остаться, получить учебное место, он должен приехать и уехать. Это хитрые схемы все были. И на фоне разговоров упрощения депортации в Евросоюзе, в Германии, это правая повестка. То есть, правые, как оппозиция, давят-давят, а потом себе припишут такие глобальные решения и Мелони, хотя она правая, но в Германии непосредственно будут зеленые приписывать себе. Это и есть заигрывание с лекторатом. И есть распоряжение, в котором консульствам и посольствам говорили одобрять въезд мигрантов. Тогда идет, получается, насильная денатурализация Германии. То есть, мигранты, которые попадают по фальшивым документам, это четко спланированная какая-то определенная вещь. И в этой четко спланированной определенной вещи, знаете, я для себя, я ничего для себя нового не вижу и не слышу. Вот. И у меня был один маленький сюрпризик по поводу Европы, и я перехожу уже к Орбану. У меня был маленький сюрпризик по поводу того, как относятся критики, как оппозиции. И будущий глава ведомства по безопасности и внешним связям Евросоюза, Каи Калас, ее рейтинг упал до самых низких. Еще раз, там люди, которые собрались, это все те политики, которые теряют предпочтение у избирателей. Это вот еще раз, это система, в которой ты их не можешь разрушить, у них нет поддержки населения, но они захватывают власть и распределяют места непосредственно в Евросоюзе. И 19%, которые стоят за Калас, конечно, это показатель. И, конечно, эти люди говорят, что невозможна поддержка народа там 70%. У них нет, поэтому они все время изворачиваются. Так вот, дорогие друзья, представьте себе скандал давнешний, письмо, когда премьер-министр пишет евродепутату и говорит, это письмо, притом оно достаточно, я считаю, что этот скандал очень сильный был. Есть такой бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, тоже упоротый русофоб, но тем не менее. И у него произошел скандал с Каласом, то есть бывший премьер получает письмо от действующего премьера, в котором говорят, как ты можешь, как ты смеешь выдвигать свою кандидатуру на пост евродепутата, если ты постоянно критикуешь меня, действующего политика. На что Андрус ответил, что, мол, демократические права, бла-бла-бла, жизнь эстонцев ухудшилась, и намного ухудшилась, благосостояние ухудшилось, и он, как представитель избранный народом, вот он будет бороться. Стойте, да мне неинтересно, что он ей ответил, господи, меня вся эта лингвистика уже давно не интересует, интересуют только дела. И в этих делах получается так, что право быть, избираться, быть депутатом, представлять народ, премьер-министр пробует отрегулировать принципом, а ты почему меня критикуешь? Это, конечно же, скандал, это скандал был, и в этом отношении, конечно же, рейтинг сильно упал у Каи Калос, но он и не был никогда там зашкаливающим, скажем, абсолютно большинство у нее никогда не было. Но здесь он совсем снизился. И именно потому, что вот эти публичные разборки, которые в СМИ пошли с ее предшественником, что как тебе, мол, не стыдно, говорит вот о чем. Смотрите, когда создается круг единомышленников, она забирает моральное право, она в данном случае это действующий премьер, будущий глава ведомства, который сегодня возглавляет Боррель в Евросоюзе. Так вот, она запрещает инакомыслие. Она говорит, что ты имеешь право быть там, в Европарламенте, только если ты играешь по моим правилам. Это, конечно, не демократия. И это, конечно же, говорит очень много о психологии этого человека. Соответственно, иное мнение она воспринимать не будет. Она это будет воспринимать как личную вражду. Ты ей скажи, что ты не права по отношению Китая, там, заградительных пошлин, ты не права по отношению преследования российских журналистов. У нее не будет второго мнения. Она считает, что если у тебя второе мнение, тебе нечего делать в Евросоюзе. Все. Тебе нечего делать в Еврокомиссариате. Все. Точка. Ну, это демократы упоротые, убежденные демократы. Конечно. Это самые демократичные люди в Евросоюзе. Ну, это я просто обещал, что я дам нюансик, почему я особо их демократами считаю. И это, конечно, унижение европейского избирателя. Унизили по полной. Унизили по полной этих европейских избирателей. И на этом фоне, знаете, как Орбан. Орбан же перенимает, Венгрия принимает председательство. И Орбан очень интересно поступил. Он сделал такое политическое турне. Посмотрел футбол вместе с Шольцем в Германии. И пресс-конференции никакой не было. Они обменивались мнениями. И понятно, почему не было пресс-конференции. Потому что вот здесь вот я напомню то, что в первом части сказал. Если у вас есть возможность, берете ливерную колбасу, выдавливаете ее. Нужно кусочек только подрезать или дырочку сделать там вилкой. Выдавливаете. А потом смотрите на фотографию канцлера Германии. Именно так возникла ассоциация когда-то у посла Украины Мельника. Обиженная ливерная колбаса. И у Шольца нет никакого взаимопонимания с Орбаном. Вообще никакого. И отсутствие совместной пресс-конференции. Там еще кулуарно слили такую вещь. То есть футбол они вместе посмотрели. Германия выиграла. У Венгрии неудивительно. И там, кстати, вот просто из разговоров, которые в Европе ходят. Представьте себе такой разговор. Сидят два функционера. И один друг ему говорит. А вот представь, если бы наша сборная была бы только из белокожих людей. Ну, это по поводу миграционной политики. И Орбан как раз из тех, что не надо давать гражданство людям. С точки зрения того, что он 16 лет приехал из Бразилии. Был там в футбольном инкубаторе. Образование ноль. Но бегает как бок. Забивает. И ему дают гражданство. И он там через два года уже в юниорской. А потом бах и уже в сборной. И вот мы бы никогда не выиграли, если бы не миграционная политика. А вот он, он расист. Он только белый. Он хочет только, чтобы настоящие играли. Этот разговор всегда присутствует. И скупка, закупка спортсменов, переманивание тоже присутствует. И под разные диалоги, начиная от нейтральных флагов. И я не хочу разрушать карьеру. Простите меня. Вот. Я буду выступать под другим государственным флагом. То есть, все это есть. Но в футболе это еще более присутствует с точки зрения денег. Там откровенно, на самом деле, покупают. Это не только клуб. А да, это чемпионат все-таки национальных команд. И Орбан с Шульцем не может найти общего языка вообще от слова совсем. Но, тем не менее, дают должное Орбану, который в передверии своего председательства поехал в этот политический тур. Дальше там он встретился с Макроном, президентом Франции. И здесь произошло у них такое фехтование определенное. Ну, знаете, как фехтование? Не друг против друга. Когда выходят и пробуют уколоть противника, заработать вот этот вот балл, который тебе засчитывается как победа. Кто первый уколол? Нет. Они стали параллельно. И один другому показали, смотри, а вот можно так. Чук-чук-чук-чук-чук. А этот говорит, а можно так. И в том числе они поговорили о миграционной политике. И, конечно, этот обмен мнений не ведет к никакому консенсусу. Дальше с Макроном Орбан поговорил о Украине. И здесь, ну, я так скажу, Орбана на сегодняшний день поддержка кулуарная безумно сильна. Но он точно так же, как и я, знает прекрасно, что в кулуаре тебе будут говорить, да, 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 ты прав настолько. Пойдут и проголосуют против. Тебя никто не поддержит. Вот как с Россией в ПАСЕ, ОБСЕ, вот эти все, когда депутаты. Мы вас так понимаем, да, там надо что-то делать. Бах, резолюция голосует против России. Ты только что выражал мне сочувствие, солидарность и понимание. И говорил, что украинцы нацисты. Чего ж ты руку поднял? Фракционная дисциплина. А-а-а. То есть ты овечка. А, нет, ты не овечка в кулуарах только. Ну вот. И Орбан, когда с Макроном озвучили вот эти вот две параллельные изящные позиции. Тема Украины играет все-таки саммит Евросоюза. Не забываем. Прямо сейчас. И тема Украины насчет Украины. Все, начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Ура! Исторический шаг. Зеленский. Пиар. Пять отлично. Пиар. КВН-клуб 95. Квартал 95. Но. Но. Польша говорит. Вы о чем говорите? Какая Украина в Евросоюзе, если у нее такие шикарные земли. И работящий народ, который еще живой, не всех загробил Зеленский. И они просто убьют все сельское хозяйство. Вы только разрешите Украину в Евросоюзе торговать беспошлим. Все, они конкурентоспособны. Вы понимаете, чтобы убить конкурентоспособность Украины, есть несколько способов. Например, сделать так, чтобы не было мужиков, которые ездят на тракторах и комбайнах. Во-вторых, чтобы не было мужиков, которые могут отремонтировать эти трактора и комбайны. Третье, сделать так, чтобы не было, например, вообще этих тракторов и комбайнов. А в четвертое намного проще передать эти поля во внешнее управление, скупить. Начиная от крупнейших игроков, заканчивая средними фермерами из Польши. И те будут знать, не, я здесь не буду выращивать, пусть под парами постоит 5 лет. Так положено. Все. Есть еще пару способов, как сделать так, чтобы не было конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции из Украины. Можно взвинтить цены на бензин, на дизель, чтобы соляры не смогли заправлять эти же трактора. Можно договориться с каким-нибудь Зеленским, который подпишет декрет о том, что существуют новые нормативы в сельском хозяйстве. То есть способов удорожания продукции огромное количество. И пока это не произойдет, Украина не попадет в Евросоюз. Это четкая позиция поляков. Но они вам не расскажут эти нюансы об удорожании себестоимости сельскохозяйственной продукции из Украины. Они просто говорят, это проблема. И пока эта проблема не будет решена, мы отказываемся действовать. И Орбан, играючись, Макрон говорит, слушай, да даже не я, поляки против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Какие переговоры? Вы о чем? Вот эта декларация переговоров с Зеленским. Украина начала, да она уже сколько лет начала. Кто вас пустит туда? Сказал Орбан, кивая в сторону поляков Макрону. А Макрон говорит, ну все равно надо работать над этим. Ну, это не спонтанное генерирование идеи. Это было действительно обмен мнениями, но которые выглядели как дуэль какая-то. И Орбан с Макроном, когда общался, конечно же, тема была задета абсолютно миграционный вопрос, конечно же. И здесь у Орбана специфическая позиция. Все-таки Орбан оштрафован Евросоюзом миллион евро в день за то, что не соблюдает предписание еврозакона, связанного с мигрантами. Там очень простой нюанс. Человек попал на территорию Евросоюза. Значит, вот где он попал, там органы обязаны им разбираться. Причины твоей миграции. Почему перебежал? Почему у нас именно? А Орбан говорит, неа. Если все это неофициально, к черту, сразу выдавили, выкинули, ему в моей стране делать нечего. Хотите ворота открывать в Австрию? Пожалуйста, я на автобус посажу, вам его перегоню. А у меня вот другие законы. И именно за это наказывают Орбана, что они не рассматривают ходатайство, предоставление там убежищ. То есть, миграционная политика в корне отличается от вот этой вот либеральной жвачки. И, значит, Орбан пообщался с Макроном. Конечно же, я Россия. Конечно же. И Орбан еще раз подчеркнул, и он это подчеркнул Шольцу. И мне кажется, вот здесь зарыто отсутствие желания Шольца дать совместную пресс-конференцию. Дело в том, что Орбан анонсирует, что когда Венгрия будет сейчас председательствовать в Евросоюзе, что он займется двумя вещами. Именно миграционной политикой и понятием мира. Так как отсутствует сегодня в Европе партия мира как такова, и консенсус по агрессивной политике по отношению к России, он тоже отсутствует. Потому что хотя бы один Орбан против. Но еще и Словакия прибавилась. То, в принципе, вот все те усилия, которые Орбан собирается приложить, пока он будет председательствовать к миру, это нужно было озвучить. И он потом поехал в Италию. Владимир, вот перед тем, как уйти на новости, говорили о Викторе Орбане, скажите, у многих возникает вопрос, а почему у Виктора Орбана всегда есть особое мнение, и он не боится его высказывать? Он единственный здравомыслящий политик? Или он вообще единственный политик в Европе сейчас? Почему, ну, во-первых, нету никого, кто последовал бы Орбану, а во-вторых, почему он может себе это позволить? Орбан изначально как фигура, он основывался всегда на такой, то, что называется популистской или неоконсервативной повестке. То есть национальный интерес, и это всегда осторожничество по отношению к либеральным партнерам или псевдопартнерам. И это его избирательный голос, поэтому он должен ориентироваться на своего избирателя, иначе Орбана не будет как такового. Но мы бы об Орбане не слышали, если бы не определенные турбуленции. Одна из таких турбиленций – это изящная работа ДИП-ведомства Петра Сеатра, изящная работа ведомства МИДа, когда начались переговоры о глобальном запрете закупки российского газа. Дело в том, что все, что связано с российским газом, это не повестка Евросоюза, это американская повестка, и все это знают. И сделать людей политически мотивированными так, чтобы они сами себе отмораживали свои индустриальные уши на зло бабушке, это, конечно, тоже нужно отдать должное игрокам, американцы-профессионалы. Но с другой стороны, вы знаете, вот эти политики, которые не думают о своей стране, они недоделанные политики. То есть при всем профессионализме американцев я не могу сказать, что «Ой, они сломали». Да там с большим удовольствием поэты группы американцам. И вот существует кластер политиков, которые подыгрывают идеологически в ущерб индустриальному благосостоянию и стабильности индустриальной, биржевой стабильности в Европе. И в этот момент, в чем заключалось изящество Орбана? Он смог найти лазейку именно юридического плана, а также аргументировать. Он смог именно тем, что в Европе консенсус является все еще обязательным при принятии решений. И вот аргументировать, почему Венгрия может и должна покупать российский газ дальше, это и была первая такая крупная победа Орбана. Аргументация была простой. У нас нет моря, мы можем только по трубе получить. Все, точка. Это и была та аргументация, которую и МИД венгерский, и юристы, которые венгерские, но именно на основе европейских законов, смогли донести, это был такой тандем, смогли донести, мол, не осуждайте нас, мы же с вами, мы же осуждаем Россию, мы будем голосовать за санкции, но вы поймите, у нас вот тут есть нюансик. И каждый раз вот этот инструмент Орбан использовал. Но он все равно, он отставил тогда интересы Венгрии. Дальше, при личной симпатии Орбана и непосредственно Трампа, есть определенная идея в консервативных кругах, это создание оси. Консервативная ось, она может идти действительно от Вашингтона до Будапешта. И создание оси, в которых консервативные мысли должны выкристаллизовываться и перестать заигрывать с неолиберальными мыслями. Ну, например, и вот здесь возвращаемся уже от общего разговора к конкретному. Я ошибся, после Шольца Орбан поехал к Мелани, и потом уже только к Макрону. То есть он вначале в Италию поехал, и там он нашел большую поддержку. Почему? Во-первых, консервативная ось. Теперь у Орбана есть правительственная поддержка. То есть он глава правительства, в Италии глава правительства тоже представляет собой вот это правое крыло всего спектра политики. И правое крыло, давайте по-честному, оно такой, центр считается красным. И социалисты красные, и консерваторы красные. И когда ты смещаешься вправо, то этот красный становится темнее и темнее. То есть он уходит от понятия социализма, от вообще социалистического мировоззрения, в том виде, в котором сегодня пробуют все время навязать, что социализм – это всего лишь навсего социальная уравниловка, налогообложение специфическое, мол, это современный такой неосоциализм. И когда смещаешься вправо, ты становишься темнее, 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 темно-красный уже ближе к кирпичному, кирпичный еще темнее, это уже ближе к коричневому. Мелани – это коричневый цвет того, что еще не преследуется законом, вроде в демократических рамках, но не просто так ее называют пропагандисты из Дойче Велли, что это фашисты. Это новый вид такой специфической силы, но они, конечно, коричневые, безусловно, но они абсолютно демократически причесанные. Мне все равно, что она там говорит, мало ли поклонников у Муссолини, кто и как разбирается в исторических нюансах итальянского фашизма. Дело, еще раз, не в словах, дело именно в делах. И вот это дело в делах. Орбан, создавая ось, при том, что его хитрость была, что он тоже понимает, что он на себя, на свою ось не нанизает много мяса, и потом не сможет его зажарить, как шашлык. Поэтому на эту ось нужно еще каких-то пару жирных кусков. И он готов отдать инициативу вообще в Италию сейчас. Пусть этим занимаются все удары и шишки, пусть получают итальянцы. И тем не менее, будет усиливаться. И невозможно это усилить с помощью глав правительства. Это усиливается только именно с помощью парламентариев, с помощью депутатов, которые объединяются во всей Европе. Попытки Орбана это делать самостоятельно были несколько раз. Они проваливаются вплоть до того, что полиция входит во время Конгресса и говорит, все, прекращаем деятельность. Мы говорим, вы что, борзели? В зале сидит 90% люди с иммунитетом. Это мандат. У нас официальное мероприятие. И полицейские такие, нам дали. Так, можете вы покинуть помещение, вы находите здесь не на законных основаниях. И полиция выходит и начинает блокировать просто вход на Конгресс, который собрал Орбан. Представляете, в Брюсселе такое было в этом году. Но там каверзы были вплоть до того, что блокировали, например, доставку кофе и воды. Ну, Катарин должен был привезти, знаете, как эти завтраки рабочие, а там во время большой паузы кофе-брейки накрывают. Так вот, блокировали даже это, представьте себе. То есть, это не просто сговор. Это на каком уровне должен быть сговор, чтобы полиция блокировала доставку кофе. И Орбан в этом отношении, я бы так сказал, он хитер. Он знает, как играть, он знает правила и особенности. Не просто так он поехал в этот европейский тур. Напомню, что это все вот так вот, это одна корзина, такая большая солянка. 25 июня Брюссель официально запускает переговоры с Украиной и Молдавией о Евросоюзе. Орбан говорит так, стоп, стоп, стоп. Какая Молдавия? Вы о чем? Он, конечно, это и Шольцу сказал. И тот головой будет гривой. Ну, давай так, вы с чехами еще пообщайтесь, которые инициировали создание вообще центра безопасности в Молдавии. Смешно аж. Мол, мы вам поможем, как правильно работать с оппозицией всех прорусских, задавить за наше финансирование. Это же в Чехии идея родилась. И потом быстренько раз-два в Молдавии открыли такой центр. Даже немецкие полицейские там в форме ходят. И Орбан говорит, подождите, у нас есть страна, которую вы просто обязаны рассматривать в приоритетном порядке. Это Сербия. Она по всем параметрам. Покажите мне хотя бы один параметр, по которому Сербия хуже Молдавии. Или Сербия там хуже Украины. Коррупция, которая на Украине, она смешна для тех, кто знает, что это такое. И в этот момент опять представьте себе выдавленные ливерные паштеты с колбасой, чтобы понять, что такое обиженная ливерная колбаса. И, конечно, у него не будет с Шольцем совместной пресс-конференции. Но Мелони, конечно, Джорджи в этом отношении мой большой помощник. И они, знаете, так, у них такие смолтолки, короткие вот эти разговоры ни о чем. Ты видел, какой дождь на улице. А у них по-другому. Слушай, я тебя так понимаю, сколько у тебя в Италию мигрантов приехало? Там она говорит, 100 тысяч за последний год. 130. А сколько осталось в Италии, сколько в Европу просто честно? Он говорит, понятия не имею. Черт и что, творится, полиция не справляется. Он говорит, а у меня такого нет. А она говорит, блин, а как ты так сделал? Понимаете, дальше они могут посетовать о том, что смотрите, у нас деторождаемость упала. Посмотрите на балтийские страны. Ну и что? Да им плевать, понимаете, что там деторождаемость упала. Если лидеры государств без детей, Макрон, Шольц, Рюте, которые будут гонсеком НАТО, они без детей, для них это нормально. Они не парятся. А если нужен кто-то, кто будет стоять за станком, так они его привезут из какой-нибудь Африканской республики. Или украдут из Украины кадрово каких-нибудь рабочих. И в этом отношении миграционная политика тоже важна. Но тут нужно подойти к третьему вопросу. Вот это европейские единомышленники, такой Орбан бегает и пробует создать еще и протрамповскую направленность. Заранее подготавливая себя. Вот помните, Трамп выбрал там, у меня в Европе моей рукой будет Польша. Вот Орбан старается, чтобы переговорчикам от США, когда Трамп придет или если Трамп придет, к власти, чтобы Венгра была исключительно дружественным инструментом. И это достигается только консервативной осью. По-другому никак. Потому что, понятное дело, Трамп будет назначать вассалов. А здесь нужно сделать так, чтобы он не мог отказать Орбан. Это очень важный момент. В Европе страхи, связанные с Трампом, очень велики. Потому что будет, конечно, таможенная война. Но вот разговор Орбана с Макроном и Мелани, они как ключевые были именно в преддверии вот этого европейского саммита. Но я смотрю на часы, у нас сейчас кому-то глоток кофе, мне, например, а у кого-то техническая пауза. Да, техническая пауза для того, чтобы подключились регионы. Успею напомнить, телефоны прямого эфира 5533, вначале не забывайте слово «Вести». Пишите через WhatsApp нам на номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И подписывайтесь на телеграм-канал Владимира Сергеенко, оставляйте комментарии там тоже. Продолжим через несколько секунд. Привет у нас из Талина, Санкт-Петербург с нами, Словения нас слушает, строит дом Кировской областной связи, прекрасно. Астрахань с нами, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ольденбург, Коломна, Самара, Баранович или Барановичи, как хотите. Идемте дальше, дорогие друзья. Спасибо за вашу поддержку. Оставляйте свои сообщения, где вы слушаете Еврозону, что вы в этот момент делаете. Ну и доброе слово всей команде Вести ФМ. Так вот, продолжаем про Орбана и вообще ситуацию в Европе. У Орбана хорошие, теплые отношения с Вучичем. Они вообще на одной волне, я бы сказал. И оба понимают, как нужно крутиться. Вот это вот общественная порука, единомышленное в Евросоюзе. Это во всех организациях. Вы возьмите любое мнение НКО, когда происходят какие-то съезды, конгрессы. Всегда есть узкие. Вот эта шестерка сейчас в Европе, которая собралась. И вроде бы как они не могли позвать Мелу. Они не сделали вид, что они не дозвонились. Но это же бред. Ну бред. Это действительно унизительно и для Италии, как для государства. Лично как для политика Джорджи Мелони. И в принципе происходит все так во всех кругах. Какую бы вы структуру ни убрали, все время вот эти вот междусобойчики, они есть. И работа с междусобойчиками. Ты должен найти общую волну. Дальше на этой общей волне попросить, начинать. А дальше ты уже потихоньку-потихоньку входишь. Потому что если ты один раз услышишь «ну нет», все бесполезно. Закрывай дверь и уходи. Бесполезно общаться. Поэтому ты все время должен быть на грани, чтобы тебе не сказали вот это «ну нет». И Вучич, конечно, у которого теплое отношение с Орбаном, ну не имеет других друзей в Евросоюзе. А Сербия не отказывается от вступления в Евросоюз. Она очень даже хочет в Евросоюз. И если бы Вучич стал таким же крикливым, как кто-нибудь в Карликовом государстве, на восточном флаге НАТО, я имею в виду, Балтийские страны, то поверьте мне, уже давным-давно бы Сербия была в Евросоюзе. Давным-давно. И вот эта игра Вучича, он тоже должен понимать, что до тех пор, пока он пробует балансировать, говорит, ну по закону все правильно, вы поймите меня, я же не нарушаю, у нас все предписания соблюдаются. Никто Сербию в Евросоюз не примет. Сербия должна лечь вот в эту общую поруку, в русофобию. И я могу просто процитировать Меркель, который сказал Януковичу, если ты это не сделаешь, то это сделает кто-то другой. Когда он не подписал ассоциацию с Евросоюзом. Вучич, если этого не сделает, то это сделает кто-то другой. И не очень-то интересует Сербия еврочиновников. Ну, на самом-то деле. Будет ли какой-то для Сербии плюс, вступив в Евросоюз в виде дотации из Евросоюза и прочее? Может ли кто-то альтернативой выступить? Ну, давайте так. Тяжесть некоторых вещей, например, благоустройство и создание процветающих возможностей для китайских фондов в Сербии. Ну, из Чехии их же гонят, сильно выгоняют, чтобы через Сербию как-то лоббировать. Все это видят точно так же, все это видят. Американцы в Сербии, все это видят. Спросите просто о прозрачности банковских переводов. Сразу становится все на свои места. Начинает коммерцбанка мерзкого. Кстати, Гульяуш сказал, извините, сказал, нужно делать коммерцбанк. Организация, которая непосредственно занимается русофобией. Организация, которая практикует национальную рознь. Коммерцбанк закрывает счета без аргументации русским в смысле, русскоговорящим гражданам России, а также с ними связанными, их партнерами и членами семьи. Вот такой коммерцбанк. Так он же прозрачен полностью для американцев, в том числе и в Сербии. Ну, это для тех, кто думает о этом, даже тем, кто по серым схемам ходит и параллельным потоком. Сербия в этом отношении постоянно танцует такой танец специфический. Орбан его воспринимает. И Орбан, когда был в Италии, он говорил о Сербии, между прочим. Когда он был в Германии, не знаю, насчет Шольца информации не было, но он говорил с Шольцем о расширении Евросоюза. И когда Орбан говорит о расширении Евросоюза, это обязательно о Сербии. Это не Украина, Молдавия, я против. Орбан ведет свою политику. Вы хотите, чтобы я был за? Ну, давайте рассмотрим. Вот здесь такой вопрос есть. И вот эта связка в преддверии председательствования Венгрии 25-го, как я уже сказал, начинается разговор с Украиной. И все, вот произошло уже. Брюссель официально запустил переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. 24-го тот, кто уходит на пенсию, Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии и безопасности, говорит, с принятием Сербии в Евросоюз никто торопиться не собирается. Все, четко. И сможет ли Орбан выкрутить что-то, вымутить, выжучить? Ничего не сможет. Я не вижу это. Идемте дальше, дорогие друзья. И у нас заявление, кстати, по поводу еще вот не ушедшего Борреля. В принципе, четко прозвучала информация из Европы, озвученная опять же Боррелем. Дело в том, что процесс вступления Грузии в Евросоюз остановлен. Вот так вот. Это из-за закона об иноагентах. То есть, то, что это демократически, по демократическим формулам принято, считается недемократично. То, что приостановлена Грузия, ну, что я могу сказать? Грузины еще могут отказаться от рекламы ЛГБТ+. И венгры им не помогут, если честно. Это вообще такой не стоп-кран, это разворот. И тем самым даже не понимают европейцы, что они Грузию просто возвращают в дружеские отношения с Россией. А это очень даже хорошо, когда дружат государства, а не на устьканной друг против друга не дружат. Или даже воюют. Ну, вот. И Орбан, объявляя своим миротворческим председательством, непонятное дело, значит, когда он поехал уже к Макрону, я рассказал о параллеле, что они фехтовали практически на себя такие удары, но не друг по другу, а как бы в пространстве показывая. И Орбан говорил, я в будущем вот буду говорить о... И вот здесь вот Орбан имеет достаточно тяжелую цель, потому что Орбан является противником нескольких вещей. Первое. НАТО расширение за счет Украины. Второе. Украина не готова быть в Евросоюзе. Третье. Сама партия мира, которая не существует, то есть это партия одного человека, Орбана, которая сегодня в Европе просто табуирована, невозможно ее пробить. О том, что должно произойти осмысление европейской политики к тому, как выстраивать дипломатический мир в этом направлении усилий вообще никаких нет. И Орбан это анонсирует. Он это анонсирует с Шульцем, он это анонсирует с Макроном, но с ними, опять же, нужно как-то им подыграть, иначе они будут блокировать любую повестку. И вот здесь вот есть пакеты помощи Евросоюза, которые должны уйти на Украину. Орбан их как-то блокирует или замедляет? Блокирует, замедляет. Ему говорят, слушай, а ты можешь ускорить? Он говорит, да, могу. Мы можем не блокировать, мы можем вообще по-другому все это делать, если. И вот здесь Орбан выставляет определенные пакеты. Кулуарно, а кулуарно это достаточно иногда сливают много, а иногда действительно информацию добываешь по крупицам. Так вот, кулуарно известно, что Орбан не просто там предлагает свои услуги, когда или если Трамп победит, а что Орбан пробует запустить очень интересные процессы. Это осмысление в Евросоюзе собственных интересов. Это для Орбана очень ответственный момент, потому что публично никогда никто его не пошлет в тар-тарары. И когда Орбан будет говорить, ну вы же понимаете, что мы вредим себе, и он будет говорить не о войне, которая там Украина или еще что-то, он будет говорить не о торговой войне с Китаем, он будет говорить об осмыслении сосуществования Соединенными Штатами Америки. И с одной стороны, он вроде как выстраивает хорошие отношения с Трампом, с осью консерваторов, все это запускается. А с другой стороны, Орбан должен, как равный Трампу Америке и представитель Евросоюза во время своего председательствования заявить, что Европа будет отстаивать свои интересы. А вот здесь мне смешно насчет Европы, которая отстаивает свои интересы. Ведь торговая война с США ни на секунду не останавливается, просто о ней никто не говорит. И когда Макрон услышал, что это будет одна из повесток, и Макрон, я думаю, в этом тоже заинтересован. Это Шольц промолчал, и Италия в этом заинтересована. И вот эти аккуратные разговоры в подготовке своего председательства, который Орбан сделал, я считаю, это правильный был шаг его проехаться по Европе, собрать мнение, кто с ним, кто более-менее с ним. Он не получил стопроцентную поддержку в Италии, просто его там лучше понимают, чем в Германии, скажем так, ни больше, ни меньше. Но страна-председатель, она не имеет какие-то особые полномочия при принятии ей решений. Страна-председатель это просто функция, это формирование официальной повестки на различных заседаниях, и здесь можно некоторые вещи тянуть. То есть Украину перенести на послезавтра, а сегодня до обеда будем разбираться вот по такой повестке. И председательствование, это в принципе для Орбана, эта борьба будет необыкновенная, это придется отгрызаться слева направо. Саммит, который сейчас происходит, все они там в Европе, в этой официальной повестке, и понимаете, получается как поляки, которые катастрофически против украинского присутствия в Евросоюзе, в то же время не являются союзниками Орбана. Владимир Сергеенко. Еврозона.